Человек, выбравший делом всей своей жизни лечения людей, не может работать спустя рукава. В такой профессии особенно важно быть всегда открытым нововведением. Медицина является динамично развивающейся средой. И для того, чтобы быть востребованным, врачу приходится все время быть в курсе новых технологий. Именно с такими технологиями студентам КФУ и других российских вузов предстоит познакомиться на Всероссийской Олимпиаде по стоматологии, посвященной 225-летию со дня рождения Николая Лобачевского, которая стартовала в Казанском федеральном 16 ноября. На площадке Института фундаментальной медицины и биологии состоялась церемония открытия данного мероприятия. На наш взгляд это будет очень интересное мероприятие, потому что здесь приехали из разных регионов студенты. В частности, это Самара, это Душан-Б, это Нижний Новгород и Казанский, конечно. Сегодня будет открытие и представление своих работ студентами, теоретическая часть. А завтра уже будут наиболее интересные моменты, потому что будут практические навыки сдавать студенты. Сами соревнования будут проведены на площадке кафедры стоматологии и имплантологии. В планы мероприятия вошло изготовление участниками ручной работы на тему анатомия, строения зубов и зубочелесной системы. А в теоретическом блоке участники продемонстрируют свои знания в области решения ситуационных задач. Довольно интересен практический этап. Здесь будущие медики покажут свои знания в терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии. Здесь ребята будут удалять зубы и накладывать швы. Удаление зубов – моя любимая тема хирургии. Любые хирургические аспекты мне интересны. Я в них стараюсь себя больше всего проявлять. Потому что я хочу быть челюстницевым хирургом очень сильно. Но это моя мечта, как у тебя помню, с 8 класса, когда я решила медицину, когда мне понравилась стоматология первый раз, когда мне все это показали. А потом с первого курса мне очень понравилась челюстницевая хирургия конкретно. И никто от данных процедур не ощутит боли, ведь все действия будут практиковаться на специальных манекенах, которыми оснащен Казанский федеральный. Соревнования пройдут в фантомной аудитории кафедры с современными симуляционными установками. Практические задания для студентов состоятся уже 17 ноября. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюс.